здравствуйте дорогие садоводы огородники рад приветствовать вас на канале дела огородные вот и пришла весна у некоторых да наверно у многих чеснок жид у кого-то хорошо у кого-то плохо у меня в принципе сохранился нормально чеснок посмотрите головочки красивые крупные чистенькие но некоторые головки начали прорастать посмотрите есть его уже вкус вкус теряется вот многие просто-напросто берут и выбрасываете ведро так вот я хочу предложить получить витаминную зелень для салатов и бутербродов просто так вот у себя на подоконнике не выбрасывая если есть возможность у кого-то теплые теплицы или где-то сейчас уже в теплых странах там можно просто-напросто разделить этот чеснок на дольки вот и посадить землю а мы сегодня давайте с вами посадим на подоконник так чтобы у нас получилась витаминная зелень то есть если вот сегодня мы сажаем даже не проросшую вот головку не про не проросший зубчик вот он через две-три недели уже даст нормальная зелень а если скажем так вот такой вот пророщенный зубчик да еще с корешком по которой уже вот отдал корень смотрите видите уже тут вот влазит крышочки такой чеснок он уже через неделю будет сантиметров 10-15 и в результате вы получите через две недели витаминную зелень вот всю зиму ели чеснок не смотрите что вот это вот жидкая зелень его уже обрезали три раза то есть вот если посмотреть смотрите вот пенечки остались пенечки срезали то есть срезы полностью обрезали один раз потом пошли по три скажем так вот листика срезали еще раз и вот сейчас уже последние видите жиденькие вот листики по два листочка вот где уже по одному листочку ну все это уже последний чеснок то есть вот еще на один раз срезать на салат вот как посадить такую зелень берем землю значит приготовить питательный грунт надо приготовить таким образом взять две части перегноя вот я беру из компостной кучи одну часть песка потому что чеснок любит рыхлую такую землю которая снабжается легко проходит воздух кислотность почвы для чеснока должна быть примерно нейтральной или чуть слабо щелочной то есть где-то в пределах 7 2 7 5 вот если учесть что ph нейтральной почвы 7 то для чеснока нужно где-то 7 и 2 7 5 чуть чуть больше то есть она должна быть слабо щелочной как приготовить я уже вот говорю одна часть песка две части перегноя а перегной у нас слабо кислотный как вы сами понимаете вот поэтому в него нужно будет на ведро высыпать пол-литровую банку соли на дно насыпаем стружки смотрите стружка сосновая сосновая стружка сосна елка можно и березу можно даже и садовые яблоня вишня груша значение не имеет вот я вниз вниз для того чтобы корни дышали чтобы сохранялась влага и испарялась в землю делаю вот такую подушечку где-то сантиметра два с половиной три вот видите утрамбовал опилки можно сразу пролить пролить немножко марганцовкой для того чтобы не появлялись грибы потому что прошлый раз я когда сажал петрушку мне пришло столько писем что это не пойдет у вас появятся грибы и прочих гребедень вот смотрите видите вот она петрушка вот она какая красивая вот она зеленая вот и никаких грибов никаких отверстий я не делал видите внизу вот у меня просто опилки и перегнули все это было посадили я посадил как только выпал первый снег и вот она до сих пор растет мы ее рвем обрываем она опять растет и по крайней мере вот уже конец марта начало апреля и петрушка еще не кончается так ну вот я перемешал землю засыпаем землю засыпать придется в два захода то есть первый заход мы засыпаем столько чтобы закрыть пилки где-то сантиметра два три не больше и и сажаем в эту землю чеснок то есть вот засыпали утрамбовываю дальше берем чеснок делим его получили вот такой лоточек с расточками вот столько зубчиков примерно нужно для того чтобы посадить вот в таком лоточке сажаем плотно друг к другу сильно не заглубляя вот так чтобы зубчик спрятался по начало ростка друг от друга на расстоянии зубчика то есть зубчик от зубчика и между ними чтобы еще зубчик проходил и все вот вот для выгонки тут не обязательно смотреть можно даже и такие вот зубчики которые полуоголенные вот видите ничего страшного они прорастут это когда для роста для посадки поджима там нужно смотреть чтобы зубчик был такой закрытый весь чтобы у него не было на пяточке тут вот ничего чтобы корни хорошо развивались здесь можно сажать все вот но все таки вот где корешки вот эту пяточку нужно смотреть вот видите вот она вот ее нужно сколупывать чтобы вот они корни появляются чтобы корней было больше как можно и вот сажаем по кругу потом ближе к центру землю можно полить полить фитоспорином для того чтобы не было никаких плесневых вот этих грибов никакой заразы вот я полью марганцовкой потому что я тут нормально посыпал золы то есть у меня земля сильно кислой не будет потому что смотрите когда вы применяете марганцовку поливаете марганцовкой кислым калием землю земля становится чуть чуть кислее вот сильно кислая она конечно не будет но она становится немножко кислее и если вы не будете сыпать золу или что-то такое вот чтобы придало кислотность почве то есть известь ну в данном случае лучше золу потому что в золе присутствует калий и все микроэлементы необходимы для роста вот и чеснока и всех растений поэтому я все-таки рекомендую нужно применять золу вот и вот сейчас эти зубчики вплотную высаживаем какие тут совсем плохие попадаются их не сажаем вот ну все примерно вот так вот смотрите что получилось видите вот и сверху засыпаем теперь землей этой же землей не бойтесь даже если что-то какие-то росточки окажутся в земле ничего страшного сейчас будем поливать и они все оголятся вот сильно заглублять здесь чеснок не нужно потому что мы выгоняем на зелень зелень будем есть сразу вот а те кто посадит вот чеснок на улицу его можно сорвать и на зелень и даже на головку но головка будет скажем так на 3-4 недели позже чем нормальный чеснок который вы посадите под землей поливаем хорошо поливаем чтобы земля была влажной но не делаем грязь значит отверстие я здесь не стал делать чтобы на подоконник не вытекало но кто хочет может сделать отверстие чтобы дышали корни но так как у меня там внизу находятся опилки вот видели петрушка нормально растет вот видите поливая слабым ну не слабым такой вот как не малиновый а немножко слабо красный такой раствор марганцовки вот ну скажем так розовый и вот поливаем хорошо так как вот стенки у этого у этой баночки у колпачка видите прозрачные видно насколько влага проходит вниз и вот как она сейчас дойдет до опилок вот полив прекратим вот видите я полил хорошо ну в данном вот случае здесь примерно литр нужно вылить чтобы пропитать вот эту землю и вот она уже вот опилки начинает промокать все сильно грязь сделать не будем вот можно даже сверху еще немножко подсыпать вот тут кое-где земля уселась вот если свежую тут землю сейчас насыпать получится скажем так замульчируем ее не так будет быстро испаряться то есть не будем часто поливать все вот в эту землю больше ничего никаких удобрений я сыпать не буду все вот это вот то что здесь есть хватит для того чтобы этот чеснок вырос мы его один раз срезали потом вы сразу не выбрасываете из этих вот то что вы срежете пойдут еще внутренние листочки вот можно даже до трех раз вот видели я вам показывал и вот у вас будет зелень для салата витаминная зелень боится без мамы папы выращены до свидания до новых встреч на канале дела огородные пока пока заходите к нам еще скоро будем видеться чаще до свидания